Ледокол тут не нужен. То есть этим ледоколом мог бы быть Запад, но и могло бы быть что-то ещё, о чём я не могу говорить в российской юрисдикции. Но поскольку этого ледокола нет, и Запад ничего не делает, то, собственно, он и не нужен. Создавать его из уязвимых групп — это просто подставляться зазря. То есть просто создавать кровавые, возможно, кровавые прецеденты, бросая людей в историческую топку без каких-либо политических преференций. Так вот, поскольку за два года радикальных изменений не произошло, мы должны с большой серьёзностью и уважением относиться к маленьким шагам и маленьким этапам. Таким шагом и этапом является появление на политической сцене Надеждина не того, который был на эфирах российского ТВ, а Надеждина в его новой ипостаси. И как представителя оппозиционно настроенного населения, но не радикальной оппозиции, что тоже хорошо, ибо именно такая группа, по моему мнению, способна сдвинуть процесс. По моему и не только моему, но довольно-таки общего мнения в кулуарном политических кругах. А тут даже в данный момент скорее возможен дворцовый переворот, чем какая-либо революция. Нам сейчас не до пафоса исторического, нам не до того, что хотим вот так, хотим, чтобы народ был такой. Давайте делать то, что возможно, давайте способствовать тому, что возможно, ибо политика – это искусство возможного. Продолжение следует...